Ребятам, которые разработали этот болид, всего по 20 лет. Этот спортивный автомобиль уже проколесил пол Европы. На формуле студент эта разработка опередила даже Оксфордский университет. Эти ребята учатся в Одесском политехе. Они первые украинцы, которые решили принять участие в международных соревнованиях формула студент. За 8 месяцев сами собрали автомобили и отправились покорять европейские трассы. Андрей – главный инженер проекта. Свои первые машины собирал с дедушкой в гараже. На соревнованиях в Англии одесситы добирались на машинах. Болид везли на крыши. Другие команды приехали с отдельными фургончиками для своих конструкций. Мягко говоря, удивились. Вот, допустим, я не за рулем был машины, да, я смотрел, не отрывали глаз. На таможне кто-то вообще сказал «бобслей». Ну, в общем, это весело было и тем, кто смотрел, и нам. Трассу пилоты заранее не знают. Каждая команда проезжает круг на время, восьмерку демонстрирует разгон торможения. После этого гонка на выносливость длиной 22 километра. И испытания для пилота. Для этого его руки и корпус пристегивают ремнями. Проект вначале нужно защитить. Судьи оценивают бизнес-план. Насколько экономичен автомобиль и захочет ли его кто-то приобрести. По правилам, болид должен стоить не больше 35 тысяч долларов. Сумма, в которую вложились украинцы, не только удивила всех, но и обеспечила баллы выше, чем у команд из Оксфорда и Кембриджа. Чтобы собрать нужную сумму, ребята даже вкладывали свои стипендии. Говорят, это стоило того, чтобы соревноваться на всемирно известной трассе Формулы-1 в Сильверстоуне. В студенческих соревнованиях все как на знаменитой гонке. Только двигатели не такие мощные в целях безопасности. Автомобиль работает на бензине и разгоняется до 120 километров в час. Руководитель проекта Александр Лемаренко говорит, посмотреть на конструкцию украинской команды вышел сам Рос Браун, самый успешный инженер Формулы-1 последних 20 лет. Когда он узнал, что есть команда из Украины, он спустился в боксы посмотреть на ребят, похвалить их. Для многих это кумир был. В общем, конечно, некоторые опешили, да, вот общаясь с ним. Первые соревнования провели 35 лет назад. Сегодня в Формуле-студент ежегодно принимают участие больше 500 команд из 50 стран мира. За границей почти каждый вуз имеет свою команду инженеров-конструкторов. Правда, уровень у всех разный. Некоторые приезжают без болида, только с проектом на бумаге. Другие с разработками электродвигателей. Лидером соревнований вот уже несколько лет подряд становится Германия. Украинцы в Англии заняли 60 из 136 мест. Кроме вот таких болидов студенты конструируют баги. В гонках они не участвуют, зато их можно использовать в сфере развлечений или в оборонных целях. Такой автомобиль и по песку проедет, и по лестнице спустится. Любое бездорожье для него не помеха. Такими баги студенческого производства планируют разнообразить игру в пейнтбол. Согласно статистике, каждый третий инженер Формулы-1 прошел в школу Формула-студент. По выпуску из команды они не просто студенты с корочкой. Они уже имеют опыт работы, что это очень выигрышно при подаче документов на работу, при приеме на работу. Даже есть такая в Европе система, что если у тебя есть подтверждение, что ты был в команде Формула-студент, тебя могут принять на работу без собеседования. Кроме того, автомобильные гиганты то и дело предлагают студентам гранты. Например, за лучший дизайн детского кресла. За инженерами, за экономистами следят огромные компании, такие как Porsche, как BMW, как Lamborghini. И после того, как студент побывал на этом этапе, у него есть возможность не просто получить какие-нибудь международные контакты, но уже податься там на практику или на работу. Летом команда собирается на соревнования в Италию и Венгрию. Новый болит собирают прямо в подвале университета. Давайте зайдем посмотрим. Это скелет нового автомобиля, который, если все сложится хорошо, этим летом уже будет ездить на Виталии и Венгрии. Когда начали строить? Строить начали в конце прошлого года. По правилам соревнований каждый год автомобиль должен быть новый. Над ним по очереди трудится команда из 20 человек. Одни занимаются эскизом, другие заказывают детали, третий берут сварочный аппарат в руки. Такой себе мини-автомобильный завод в университете. Это проект, где находят себе работу все специальности. И машиностроители, и экономисты, и компьютерщики, и электронщики, и электрики. С формулы студент выходит готовый инженер, высококвалифицированный инженер, элита инженерии. Ребята обещают, что новый автомобиль будет более мощный. Говорят, могли бы и электроболит сконструировать, но пока нет финансирования. Несмотря на это, планка у команды высокая. Амбиции, конечно, амбиции войти в топ команд европейских. Меньше чем через месяц эта конструкция превратится в полноценный спортивный автомобиль, который сможет разгоняться до 150 км в час. Ребята с соревнований обещают вернуться только с победой. А если у вас есть новаторские идеи, вы знаете, как их реализовать, пишите нам на почту. Я Олеся Повар, и это будет Одесса будущего. Построим ее вместе. Субтитры подогнал «Симон»